ТХК Догнать гостей подопечным Ждахина все же удалось. В этом заслуга Александра Торченюка. Но оппоненты снова поразили ворота тверетян и сделали счет в свою пользу 3-2. За две минуты до конца третьего периода Антон Соколов на радость болельщиков забросил каучуковый снаряд воронежцам и перевел игру в овертайм. Но и здесь соперники не решили судьбу матча. А в серии булитов удача улыбнулась Бурану 4-3. Жесткая игра с обоих сторон, моментов очень много, много нереализованных моментов. Ну и булиты, эта лотерея, мы сегодня проиграли. Я думаю, что болельщик получил удовольствие. Посмотрел такую напряженнейшую игру, достаточно интересную. Ваша команда, конечно, играла с запредельным настроем. Это было очевидно. Молодцы мальчишки. Жаждали победы просто. Мы тоже хорошо играли. Тоже очень хотели выиграть. У нас борьба идет на восьмерку. Это очевидно. Поэтому она шла бескомпромиссная, хорошая. Можно было решить, конечно, все это во втором периоде. Могу сложиться по-другому. Ну, то, что есть, то есть. У меня к ребятам свои претензии нет. Но есть отдельные ошибки, разумеется, как и в большинстве, к сожалению, игр. Но это игра. Я благодарен ребятам, в первую очередь, за их настрой, за самоотдачу. Они играли до конца. Это было видно. Но еще больше благодарен болельщикам, которые поддерживают нашу команду. Нам очень тяжело сейчас. Где-то немножко у нас игра не получалась. Но в последние игры видно, что мы вроде как выходим из этого кризиса. Опять хорошее желание играть и тренироваться. Самое главное. В следующем матче ТХК удалось одержать долгожданную победу. Под клюшками тверских богатырей пал ХК Липецк. Пожалуй, самым приятным моментом встречи стало, когда тверетяне открыли счет на 23-й секунде игры. Первая же атака на ворота Липецка закончилась вбрасыванием в зоне гостей. Александр Торченюк выиграл шайбу и отбросил ее Александру Головину, который и огорчил голкипера Липецка. На этом подопечные Ждахина не успокоились и не раз атаковали ворота Липчан. Правда, шайб забить больше не удалось. Зато только в первом периоде ТХК заслужил 6 минут штрафа, а всего за встречу их набралось 12. Несмотря на то, что тверетянам пришлось провести на площадке немало времени в меньшинстве, это не сыграло на руку Липецку. Гости так и не сумели распечатать ворота Романа Смирягина. В итоге встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу хозяев льда. Ну, очень эмоциональный матч выдался. Я хочу спасибо сказать болельщикам в первую очередь. Всегда приятно играть при такой трибуне. Ну и спасибо ребятам, выставили всю игру в меньшинство. В общем, хороший матч. Нужно отталкиваться от него и дальше так же играть. Без шайб игры не выигрываются. Когда на табло ноль стоит, то о чем можно говорить? Играя с ВМФ, играли хуже, но выиграли. Здесь вроде бы создавали что-то, но не забили ни одной шайбе. Поэтому, не кривя душой скажу, конечно, не заслужили мы, конечно, поражения. Хотя бы, может быть, где-то ничейки. Но сложилось так, как сложилось. Ну, мы сегодня, наверное, встречались с очень мотивированным соперником в плане того, что у команды «Липецк» был реальный шанс. И есть реальный шанс за место плывов. Они бьются и видно, что стараются ребята. И очень сильная, хорошая команда. Про свою команду я могу сказать, что после трех игр, где мы взяли только одно очко, была, может, какая-то неуверенность немножко. И, в общем-то, две последние игры мы играли довольно-таки прилично. Что с Тюмени, что с Бураном. Но эти игры принесли нам одну очко. Сегодня было не такое хорошее движение, но желание у ребят иного было. Они смогли выстоять, сыграть грамотно в третьем периоде с соперником и, в общем-то, не позволили ему забить. А вот одна шайба, которая забита была на первой минуте, она, наверное, все и решила. В заключительном матче домашней серии ТХК играл с «Кристаллом». Напомним, именно «Кристалл» в играх первого круга нанес подопечным Алексея Ждахина самое крупное поражение в сезоне – 6-2. Естественно, тверские игроки не могли оставить это без ответа. К радости болельщиков хозяевам удалось взять реванш. Пусть не с таким отрывом, но все же. Правда, в свои ворота ТХК пропустил две шайбы. Однако умудрился ответить на это четырьмя забитыми голами. Их авторами стали Александр Торченюк, Никита Кротиков, Кирилл Старцев и Никита Бондарев. Игра выдалась непростая. Было очень много отдано эмоций. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, ребята все бились до последнего. И была сегодня настоящая команда, коллектив. Что касается моей шайбы, работаем на тренировках собственные плоды. Не часто бывает, но, тем не менее, приятно, как говорится, с подчином. В итоге игр с Бураном, Липецком и Кристаллом ТХК удалось добыть 7 очков. Это позволило Тверской дружине занять седьмое место в турнирной таблице. Теперь ТХК снова предстоит сыграть на выезде. Первым пунктом назначения будет Красноярск, где 12 февраля подопечных Ждахина ждет «Сокол». Что касается домашних игр, то до плей-офф осталась всего одна. 22 февраля в гости к тверским хагистам приедет ХК в МФ Карелия. Продолжение следует...